Уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова провела личный прием граждан в Грязовце. Жители города и района смогли проконсультироваться по вопросам, которые касаются прав детей. Это и проблемы с выделением жилья после пожара, прописки, реабилитации ребенка с инвалидностью и многие другие. Добавим, что такие общественные приемные в рамках проекта «Защити ребенка» открылись на сегодняшний день в 15 районах Вологодской области, и в каждом из них ведут приемы опытные специалисты. Вначале мы начали с 10 районов, где были открыты такие общественные приемные. Подбирали специалистов, которые бы имели специальное образование, чтобы имели опыт работы, чтобы действительно граждане могли получить квалифицированные консультации. Прошли обучающие семинары, где мы разбирали ситуации, как в какой ситуации поступить, что нужно предпринять. Рассматривали законодательства для того, чтобы действительно подготовить наших специалистов к работе. И вот за первый год у нас было около 3000 дано консультаций в 10 муниципальных районах. В этом году, в сентябре, мы открыли еще в 5 районах такие общественные приемные. И вот, несмотря на то, что вроде не так давно начали работать, но тоже уже оказано было около 2000 вот таких консультаций. А за два года 5,5 тысяч граждан получили консультации по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Безусловно, во все районы я выехать вот так и прореагировать на какие-то вопросы ответить не могу. Конечно, у меня есть день уполномоченного по правам ребенка. Я выезжаю в районы, там провожу и встречи с детьми, и приемы граждан, и смотрю, как соблюдаются права детей в различных учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты. Но возможности вот часто бывать в районах, к сожалению, вот не получается. А вот специалисты, они на месте, они готовы, они ведут приемы, и к ним можно обратиться в любое время. Если ситуация какая-то сложная и требует моего вмешательства, уже специалист направляет ко мне обращение или сама звонит для того, чтобы проконсультироваться, как действовать в той или иной ситуации. То я считаю, что опыт у нас хороший, опыт удался, и я думаю, что мы его будем продолжать. Будем благодаря фонду «Дорога к дому», поддержке «Северстали», поддержке различных некоммерческих структур, фондов различных, будем искать дополнительные средства, чтобы все-таки наши приемные работали.